Ну что, народ, всем привет! Сегодня у нас опять серия роликов, как тяжело работает в грузах перевозок. Сегодня у нас уже 3 число, через 2 недели у нас вводится ограничение по Москве, по пропускам вводится режим. Как вы думаете, сколько я сделал пропусков за это время? Ноль! Вообще ни одного пропуска я не сделал. А вы спросите, почему? Да просто потому, что такие условия для получения этих пропусков, что выполнить их практически невозможно нормальным нашим российским перевозчикам. Ну давайте, проблема, ребята. В принципе, эта проблема была как сейчас, так и до переноса, до мая. Что нужно, ребят? Чтобы получить... То есть у нас есть 2 вида пропусков. Да, разовый будет в Москву, он дается за 3 дня, и постоянный на год. Чтобы получить постоянный пропуск, вам что нужно? Вам, ребята, нужно предоставить договор с приложением, где будут адреса фигурировать, в Москве самой, периодичность ваша, к которой вы должны приезжать. То есть договор с вашим клиентом, которым вы будете оказывать услуги по перевозке. Объяснение, почему вы не можете вывозить это груз ночью, да. И еще такой файлик, интересное приложение, где точки пересечения с МКАДом. То есть места, где ваши машины будут переезжать МКАД. Нужно отмечать и прикладывать тоже. А зачем это нужно, ребята? А затем, что у нас еще дополнение такое есть. Чтобы получить пропуск на МКАД, вам нужно подключить, так скажем, к системе R-NIS. Это регистрация в системе бесплатная. То есть вот с таких вот GPS-приборов, которые стоят на многих машин, нужно данные занести в личный кабинет. Ваши машины там добавятся и, соответственно, ваши машины могут там... Мужики, у кого сейчас, короче, будет пропуска в Москву, неважно, дневной, ночной, Москва обязует ставить вот такие вот маячки, типа ГЛОНАССА. Вот мы поставили. Для чего это сделано? Чтобы они видели, где вы ездите, с какой скоростью, есть у вас нарушения и всему тому подобное. Если вы не будете ставить вот такие вот маячки, вот он сейчас горит, то вас не пустят в Москву, то есть вам не будут делать пропуск. Так что вот такая вот фишка теперь у Москвы. Ребята, кто хочет по пропуску, ставьте вот такие маячки. Соответственно, по условиям, для того, чтобы вам получить постоянный пропуск на год, ваши машины должны не менее 4 раз в месяц появляться в Москве именно на тех адресах, которые вы указали, именно проезжать на тех пересечениях с МКАДом. А там же стоят камеры, которые фиксируют. Ну, соответственно, камеры будут сопоставлять данные с GPS этих ретрансляторов. И правительство будет, соответственно, смотреть. А появляются там ваши машины или нет? И если не появляется, что вас ждет? Правильно. Аннулирование пропуска. А где же взять такой договор с постоянной работой на 4 раза в неделю до простому перевозчику, так скажем, из глубинки? Да и крупному, наверное, тоже на все эти машины объемы обеспечить. Ну, соответственно, я тут и задумался. Где же мне взять такой договор? Я думал, а мне такого нет. Большинство моих знакомых перевозчиков, так скажем, такого же ранга примерно, как я, нету таких. Да, есть какие-то там договора, ну, разовые, да, договора-заявки. Там, сегодня мы забрали, может быть, через 2 недели, может быть, через 3 еще появится груз, да, там, с этого места. То есть, конечно, 4 раза там в месяц машина появляется в Москве, да. Ну, а что, если будет, она не появилась? А что, если там у нас что-то перенеслось? В общем, ребята, дело такое, скажем так... Ну, вы поняли, какое это дело? Бог с ним, давайте думать дальше. В общем, тут я, как говорится, голову-то повесил, и думаю, ну, где я смогу-то взять такой договор? И тут, в последнее время, мне начали звонки, да, с предложением по оформлению пропусков, особенно после мая. 1, 2, 3, 4 фирмы есть такие. Спасибо Святославу Вильде, то, что он, ну, базу данных перевозчиков сформировал, и теперь ума не надо, чтобы выяснить, кто перевозчик. Там все же сейчас разделение. Соответственно, начинаю звонить девочке. Мы предлагаем вам оформить пропуск в Москве. Я говорю, да, я правила знаю, вроде как бы. А как вы это сделаете? Все, вот у вас должен такой список документов, ну, вот как вот на московском вот этом сайте. Я говорю, хорошо, у меня список документов есть. Там, бог с ними, там, свидетельства о регистрации, договора лизинга. Зачем только нужны МОС этому трансу договора лизинга, не очень понятно, так как, ну, это все в СТСке-то ведь видно. Карты диагностические. Я говорю, бог с ним, я это вам предоставлю. А где вы возьмете договор? На год? То, чтобы 4 раза в месяц моя машина должна там появляться? На все мои машины. Ну, одну-две я вам сделаю. А как вы видите? Я говорю, у нас вот такие вот разовые заявки. Давайте, все подойдет, нормально все сделаем. Одна звонит, я говорю, да ладно, придяйте. Она думает, ну, девочка неопытная, не знает, может. Вторая звонит, такую же ситуацию я объясняю. Лазика присылает, говорит, все пойдет. Десять тысяч с машины, мы вам все сделаем. Третий звонит. Да, нормально у нас все так проходит. Я думаю, блин, что за фигня? Может быть, попробовать? А еще предлагает постоплату. Я думаю, ну что я, глупее их что ли? У меня есть друг знакомый такой. Я его называю Василием, хотя его по-другому зовут. В общем, он покупает свои пропуска. Оказывается, да, чтобы сделать пропуск, вам просто нужно зарегистрироваться на сайте, вот на их, мост, там, транс. Вот если вы и пешник, вот сделать такую цифровую подпись, есть у вас фирма. И, соответственно, просто загрузить документы, которые с ней нажать кнопочку отправить. Вот эти девочки, да, берут за это услугу, за то, что вы им пришлете все документы, они их просто загрузят и нажмут кнопочку отправить. Десять тысяч рублей, плюс-минус. Я думаю, боленый, что-то мне так выходит шикарно за все эти машины, но гарантии, то, что вас их отменят, этот пропуск вам эти девочки не дают. Соответственно, я решил, что, блин, мне будет это еще долго, я буду делать сам. Это все дело. И начал делать. Начал собирать документы. Первое, то, что я споткнулся, это диагностическую карту нужна на машину. Хоть у меня машина новая, там какой-то даже 3-4 месяца, там 5, нужна диагностическая карта. А вы, как вы знаете, у нас сейчас техосмотр по новым правилам проходится, да? Все грузовые транспорты, фотофиксация, фото-видеофиксация на станции СТО. Это не как в том году. Позвонил, и вот вам такую вот карточку дали диагностическую. За иную сумму. Что, конечно, плохо, я это осуждаю, что техосмотр нужно проходить. Но это сделать очень сложно. Во-первых, то, что все у нас стекла на машинах имеют сколы. Не говорю уж я про фары и про прочие надписи, которые на панели выскакивают наших отечественных машин. Даже когда они с завода выезжают. АБС. В общем, все это дело стало сложно. Вот я сейчас стекла заказал. Вот стекла заказали. Вот эти стекла привезли нам на КАМАЗ. Пока 6 штук. Лобовые. Хотите, расскажу, какой прикол по ценам? Эти стекла 3000 рублей на КАМАЗ. На Джак заказал 11000 рублей. На ФОТОН 19000 рублей лобовое стекло. Это что там оно? С подогревом термальное какое-то? Или я не знаю, что там в нем такое должно быть. Вот. Больше никто на ФОТОН не делает стекла. Только у дилера есть. И то. Вот. А сейчас же техосмотр не пройдешь. Ну, там сказали. То есть, должна быть на лобовом стекле. Лобовое стекло должно быть в идеале. Хотя бы трещин не было. У нас со всех трещин. На новых машинах даже. Долго они не живут лобовые стекла. Вот так вот. Так что, бюджет опять у нас беднеет. Пустеет. Из-за нововведения. В общем, полностью машины готовим. Проверяем, чтобы фары там более-менее. Горело все там, осветительные приборы и так далее. В общем, вот это так пошло подготовки. Ну и плюс, вы представляете, все машины там одновременно. Там же нужно на ТО записываться. И заранее все машины пригнать в город. И там в один день пройдет практически нереально. Кто-то груженый. Там где-то места нет. Где-то чего-то. В общем, как минимум, еще месяц мы так все это дело. Прококуем. В общем, я сейчас где-то пять машин прошли. Технически вот этот контроль, диагностический карп. И еще нам нужно в три раза больше машин сделать. В общем, сегодня ТО проходили на джаке. Видите? Лобовуха у нас новая. Делаем диагностические карты. Вот, ребята, тоже самое КамАЗы. Видите? Стекла вон все новые у нас стоят. Соответственно, фары тоже меняем. Где-то диоды не горят. Поменяли вот тут туманки. Габаритные огни по кузову. Задние стопы. В общем, все стало серьезно. Если бы мы не жили в России. Ладно, бог с ним. В общем, зарегистрировался я в личном кабинете. Загрузил данные вот этих вот ретрансляторов своих. Диагностические карты там что-то. И у меня осталось дело за малу. Найти договор, ребята. На перевозку грузов по Москве. На постоянку. Как это сделать? Не знаете? Может быть, кто-то поделится своим опытом. Может быть, на почту мне напишут. Или куда-то там. В инстаграм, в комментариях. Какой вы договор отсылаете им. Кому удалось выдать просто. Потому что я таких не знаю людей. Я не исключаю, что действительно эти девочки правы. И может быть, разовый договор заявки сейчас сойдет. Вроде не говорят, там на это не смотрят. Потому что им же сейчас нужно выдать пропуска. То есть отчитаться, что мы выдали пропусков. С этим все в порядке. Но не исключено, что просто потом будет все дело аннулировать. Как у нас в начале этого года аннулируют. И заново делают. В общем, дело такое. Бог с ним, ребята. Если же мы не делаем... У нас всегда есть альтернатива. Если мы не делаем постоянный пропуск, то мы можем делать разовый пропуск за проездом в Москву. Но смотрим условия. Чтобы заехать в Москву с разовым пропуском, нам нужно договор на стоянку. В Москве на ваши транспортные средства. А где взять перевозчику с региона вообще? Ну, договор на стоянку в Москве. А кто-то вообще знает, где в Москве стоянки? Ну, там официальные или машина-место какое-то на территории, может предприятие. Вы знаете, поделитесь секретом. Я вот не знаю. Мне предлагали тут заключить договор. Попросили 200 тысяч рублей с машинки для заключения договора. Конечно, я туда не буду стоять. Здесь я выгружусь в одном месте. Мне что, нужно будет ехать потом на стоянку? Ну, это делается для чего? Для того, чтобы просто грузовики не болтались по Москве, а где-то стояли в каком-то месте. Как будто мы приезжаем на грузовиках на экскурсию в Москву посмотреть, да? Все же приносят грузы, так как бы обеспечивают жизнь города Москвы. Вот. В общем, ребята, дело такое серьезное. Вот эти вот два документа. Договор на стоянку и договор на стоянку. Ну, это мало кто сможет сделать. Ну, конечно же, крупные компании, там, экспедит, ну, вот эти вот, которые продукты разводят. Я думаю, что они без проблем это сделают. Но даже вот транспортным компаниям, такие как пейки деловые, которые занимаются развозкой, там, грузов по Москве, наверное, очень сложно это сделать. У них тоже много клиентов, и бывает, что они разные. Ну, я думаю, конечно, там, наверное, будут другие условия работы. Ну, может быть, ошибаюсь. В общем, дело такое дрянь. Вот эти два договора делают все, как бы, вот, всю проблему. Ребят, ну, я вам скажу, все продумано серьезно, да? Даже нужно, вот, вроде бы, зачем данные водителя? Да, у всех же водителя меняются. А знаете, зачем? А потому что пробивают на штрафы вашу организацию водителя. И если там есть штрафы за превышение, за там, ну, там куча, короче, статей в Коап. Это повод неоплаченных штрафов, да? Ну, вдруг вы забыли. Это повод для отказа вам в пропуске. Короче, все продумано так, чтобы это дело получить было очень сложно. Да, либо нужно белый быть пушистый, или, я не знаю, какой там договор заключать. И кто вам такой даст? В общем, ребята, вот такие вот дела. Такая вот, так скажем, билиберда, которую придумали. Ой, для проезда в Москву. А к чему это все приведет? Ребята, сейчас многие жалуются. Цены растут. На одно, на продукты, на третье. Так это же сознательно, да? То есть, уменьшает конкуренцию, да? Почему у нас в перевозках все хреново? Потому что большая конкуренция, да? Ну, зато это хорошо для грузоправителей, там, для АИЧ. Ставки маленькие. Минимальная оценка на товар. Сейчас всех, так скажем, людей, кто дешево ездит, их убирают сознательно, да? Соответственно, что будет? Ставки расти. Их все будут жаловаться. Все как дорого стало. Виноват кто там? Перевозчик, перепродавец. А зачем это делать? Непонятно, да? Ну, я понимаю, транзитный транспорт надо убрать с Москвы, да? То есть, он там не нужен. Ну, реально, мы же ездим в Москву не просто так, не на экскурсии. Там удовольствия мало. Кому-то, нашим производителям, даже ездить в Москву толкаться в пробках. Но груза возить надо. Сколько еще там? За два месяца не перенесутся там объемы замка. Согласны, все равно есть грузоотправители, заводы там, фабрики, пароходы. Надо делать как это постепенно. В общем, все сейчас мы ждем дружно, что все-таки разум человеческий, как говорится, ну, возьмет свое и все-таки там умные люди сидят и отменят эту ерунду. Либо сделают как-то попроще. Действительно, кто так работает, как вот мы там в режиме грузового такси, да и 90% перевозчиков, они, как бы, соответственно, ну, должны получать пропуска. А кто-то ездит проездом, ну, действительно, там, пускай на ЦКТ уезжают, только бесплатно, ну, сделайте, пожалуйста, чтобы не платить там, хрен на сколько денег. Вот. Это первое. Второе, ребята, что я вам хотел сказать. Ну, я решил перестраховаться, думаю, раз мне не дают пропуска, хотя бы под ЦКТ как-то будем ездить. Потому что чувствую, там на бетонках, на этих М-ках, там будут такие пробки, что мама не горюй. Ну, вот. И водители просто будут два дня из одной точки, другой точки под Москвой переезжать. А вот. И мы вот сделали, заказали такие транспондеры. Силочка от Автодора. Заказывали не в транспордеры, точнее. Видите, памятка пользователя, как пользоваться есть. и вот сами. О! Транспордеры, или как это называется. Вот такая штучка всего лишь крепится, да? Как она работает, интересно. Я так понимаю, она считывается, что ли? Все. То есть ни проводов, ничего нету. Спасибо! Всего лишь на 30 тысяч рублей. Вот. На всякий случай. Ну, я думаю, пригодятся. По платкам бывает есть и так далее. По ним, кстати, дешевле получается, нежели так. Вот такие вот, ребята, очередная грустная история. Как все плохо, и как там еще делают хуже. К чему это приведет, я не знаю. Знаю, что кто-то делает, пропускал через эти фирмы, да, действительно не помогает. Но вопрос, надолго ли их хватит. Я хочу сделать сам, по-честному, как это должно быть, ну, пока у меня вот не получается. Если я сделал, я обязательно вам расскажу. Ребята, пока же ждем 15-го числа, возможно, опять в последний месяц что-то может измениться, что-то может быть поменяется. С надеждой на это смотрим. Ну, а вы рассказывайте, пишите в комментарии, пишите в инстаграм, делитесь своим опытом. Кто оформил пропускай на МКАД, сколько вам это стоило. Ну, а я буду вас держать в курсе, как убьют у нас дела. Ладно, ребят, всем спасибо, всем пока.